В Тымовском районе у дороги ходит медведь, видео, проезжая по лесной дороге, водитель увидел совсем близко медведя. Тот посматривал на людей, видимо был не против получить что-то съедобное. Скорее всего, кто-то уже бросал мишке еду, вот он и не уходит от трассы далеко, видео. По словам охотоведов, ни в коем случае нельзя подкидывать дикому, зверю еду. Здоровый взрослый медведь всегда найдет корм самостоятельно. Подкармливая, люди дезориентируют зверя, ведь он не понимает, что это неправильно и хуже для него же. Ранее сообщалось о незаконном отстреле медведя и наказании браконьера в Красноярском крае. Воруют. 32 кубометра древесины увели в Пензенской области. Черные лесорубы сумели похитить дуб и сосну в Сердобском лесничестве. Найти рубщиков удалось. Правоохранители завели уголовное дело. Причиненный государству ущерб оценили в 6,9 миллиона рублей. Незаконная вырубка осины обнаружена в Чаодаевском лесничестве. Ущерб оценили в 14 тысяч рублей. Браконьеры пока не найдены, сообщили в ТК канале. Стальная смерть. В Британии дети убивают животных из рогаток. Бездумное поведение подростков с рогатками, стреляющими металлическими шариками, шокирует людей. Участившиеся случаи асоциальных поступков среди несовершеннолетних связаны с новой модой, захватившей соцсети. Изувечив или убив животное, варвары фиксируют дело своих рук и помещают его на страницу на всеобщее обозрение. Так, в Мейтстоне был убит павлин. В него выстрелил из рогатки 20. Раз. В Шапертоне убиты пять лебедей, один слебедь выжил, но потерял глаз. Убивают белок, котов, птиц, косуль, собак. Как показывают записи с камер возле домов, подростки ходят группами и... ...зверски калечат беззащитных животных. Стреляют по окнам, машинам и по всему, что им понравится. Количество нападений с каждым годом растет. Малолетние изверги покупают рогатки через интернет без всяких ограничений. В полиции заявляют, что принимают меры в отношении этих детей. Рогатки отбирают у тех, кого успевают застать на месте. В одном душераздирающем видео двое подростков хвастаются тем, что застрелили лесу, а один из них говорит, «Окей, мальчики, стальной выстрел в голову», по словам ведущего специалиста по охране дикой природы Джеффа Эдмонда, «Убийство из рогаток». Стало новой модой участия подростков, делающих это ради спортивного интереса. Власти намерены внести поправки в законы, объявив рогатки незаконным. Оружием, которое не должно использоваться, пишет dailymail.co.uk.news. На Сахалине медведи ходят по излюбленным местам. По традиции, приходя к месту захоронения, люди оставляют конфеты, печенье. Угостившись раз, медведь будет постоянно возвращаться к этой территории в надежде вновь найти что-то вкусное. Поэтому нельзя раскладывать еду и прикармливать хищников. Но совету мало кто следует. Традиции чтут. В Шахтерске уже заметили медвежьи следы на одной из могил. Мэрия Углегорского района предупредила жителей об опасности встречи с хищником в этом районе. Заметив зверя, нужно позвонить по номеру 112. По возможности выберите верную тактику поведения, не бегите, не смотрите в глаза медведю пристально, отступайте, медленно пятись. Медведь боится резких звуков. Свисток, ракетница, удары обо что-то металлическое дадут нужный эффект. Медведь испугается и даст деру, сообщил Ио Аств. Ранее сообщалось о медведе в Тымовском районе. Зверь караулит проезжающих по дороге. Во Флориде на улице поймали аллигатора. Ужасная рептилия двигалась днем по шоссе в городе Джексонвиль. Жители вызвали полицию, те в свою очередь, специалиста по отлову Майка Драгича. Он набросился на рептилию, прижал ее к земле, заклеил пасть скотчем и на руках отнес обезвреженного гада в машину. Полицейские поблагодарили специалиста за профессионализм и быстроту, пишет ustday.com. Ранее сообщалось о поимке аллигатора в Южной Каролине. Он весил 445 килограммов, а в его брюхе нашли собачьи жетоны и свечу зажигания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok